ну что друзья вот в этой избушке из глины и прутьев покрытыми пальмами в веткове находится магазинчик вот эти ребята они являются здесь в деревне индивидуальными предпринимателями у них вот в том круглом доме они живут а в этом у них их не бизнес который обслуживает вот эту деревню которая здесь у нас дальше впереди куда мы сейчас идем а это туркановский транспорт конечно ослик это очень круто ослик это здесь это очень круто вообще круто здесь это мопед когда у тебя есть здесь есть туркановцы у которых есть мопед который ездит на мотоциклах таких цилиндровых но в целом это классно конечно когда есть тёслик то мечта мечта многих людей здесь нет тёслика вот эта деревня Керриот которая по которой мы ходим ее территория она огромная здесь одна деревня переходит в другую деревню и вот именно деревня Керриот получила свое название от реки которая здесь где-то вот километров пять от нас сопротивляет в пустыне Керрио вот и по честь этой реки была названа названа деревня и на спине малыш у нее как нам объяснили что вот это мясной рынок что здесь вот когда убивают животного вся деревня может его вот этот стол на которым раскладывают мясо вот и здесь вот убивают когда животного, его возможно купить мясо здесь и покушать. Брат Калий, который с нами идет, он является миссионером и евангелистом здесь, в этих деревнях. Он рассказывал про то, как огромное количество деревни здесь, она входит пешком, чтобы здесь проповедовать, ходит из дома в дом, и он занимается тем, что они подготавливают пасторов и подготавливают евангелистов прямо группами евангелистов, которые ходят по туркановским деревням и проповедуют. Они ходят прямо из дома в дом, заходят в каждой семье и делятся свидетельством об Иисусе, молятся за них. Все это вот наши братья-пятидесятники в племени Туркана, которые несут здесь служение. Наша команда, наши друзья. Это наш брат, тоже во Христе. А, здесь тоже магазин. А, здесь тоже магазин. А, здесь тоже магазин. А, это твой бизнес, Дэвид, да? О, очень хорошо. Я очень рад, что тебе. Вот такая вот история. Вот наш брат Дэвид и его магазинчик, у которого тут собрались все дети. Тут мы нашли прямо в пустыне. На земле вот прямо малыш спит. Вот голенький тут бегает. Бегал, 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 пока заснул. Его занесли домой. Он живет здесь. Облагать. Ара, ара, ама-я-я-я. Ара, ама-я-я-я. Вау. Все практически построено из деревьев. Из мусора, который валяется в пустыне. Вот. И посередине всего этого они живут. Один из пожилых людей крикнул, чтобы мы подошли к нему. Мы подошли, поговорили с ним. Он просил, чтобы мы привезли хоть какую-то еду для него. Потому что он уже несколько дней не евший. Денег у него нет. И несмотря на то, что здесь есть вот такие вот лотки, на которых что-то продается. Это все продается очень дорого. Здесь практически в деревне все стоит ровно в три раза дороже, чем это стоит в городах в Кении. Но вы сами понимаете, при том, что у людей здесь вообще никакой еды нет. И они ничего здесь не могут. Не работать ничего. Здесь, в этом месте, еще находится один мясной ларек. В котором убиваются животные. И у них разделено, где убиваются козы, где убиваются ослики. И это абсолютно разные мясные лавки по каким-то местным традициям, обычаям, по которым закалывают животных. Потому как бы у них все это все разделено. Но, следовательно, здесь тоже одна из таких улиц, которая выходит, на которой расположены дома. В одну сторону, в другую сторону. Но здесь, конечно, очень широкие улицы. И они прямо туда, вдалеко-далеко-далеко уходят. Прямо до тех верхушек деревьев, вдалеке. Все просматривается насквозь. И видно, что все, вот это там, дома, дома, дома. Вот там вышка высокая вдалеке. Это все находится здесь, дома вокруг, в которых живут люди. Вот такие вот дворы внутренние. В таких вот соломенных избушечках, глиняных избушечках живут люди. КОНЕЦ Продолжение следует...